Если мы говорим о территории Беларуси, здесь основной вектор агентурной работы немецких спецслужб был направлен на борьбу с движением сопротивлением. То есть это для борьбы с партизанами и для внедрения в городское подполье. То есть немцы отказались от правила фэйрплея, никакой честной игры. Женщины, дети, евреи, все, кого можно было завербовать, естественно, военнопленные, все вербовались. А методы вербовки разные были. Заложничество самое эффективное, когда угроза семьи была. Забрали родителей в заложники, говорили, выполни задание или родители уничтожим, убьем. Сразу как-то и не мог поверить, как это так. СД, который отвечает за уничтожение евреев, занимается их вербовкой. Республика оказалась настоящей партизанкой, население поддерживало народных мстителей. И вот все те люди, которые пошли на сотрудничество с немцами, ну, это капля в море. Мы должны знать именно тех, кто здесь убивал, тех, кто здесь жег, тех, кто здесь насиловал. Это преступление без срока давности. Святослав, здравствуйте. Добрый день. Любая война — это война разведок. И Великое Отечественное в этом смысле, ну, может, потому что больше изучено, ну, и, с другой стороны, разведки противодействующих сторон получили, наверное, максимальное развитие к тому времени. Ну, опять же, для той эпохи. Многое знаем о том, как работала советская разведка. Наверное, меньше знаем о том, как работала немецкая разведка. Много если это фильмов написано книг, но уверен, что точно не все мы знаем об этом. На территории Беларуси германское командование. Как разворачивалось здесь свою разведывательную сеть? Ведь это было. Здесь очень много еще чего не изучено. Очень много документов заходится на закрытом хранении. И исследователям еще предстоит большая работа по изучению того массива документов, которые могут дать ответы на многие вопросы. Если мы говорим о немецкой разведке, о противостоянии с советской разведкой, то, конечно, правильно сказали, много фильмов, много книг. Но если мы хотим говорить достоверно, если мы хотим говорить языком фактов, это архивные документы. И, безусловно, есть определенный стереотип у людей, что документы по истории спецслужб, они хранятся в архиве КГБ. В других закрытых ведомственных архивах это не совсем так. Хочу сказать, что, например, в Национальном архиве Республики Беларусь хранится огромный массив документов, связанных с деятельностью различных немецких разведывательных и секретных органов, связанных с деятельностью по подготовке агентуры на территории Беларуси. И вот изучив этот огромный массив, можно сделать определенные выводы. Какие? Мы можем говорить о том, что подготовка агентуры для заброски на территорию Беларуси начинается еще до начала Великой Отечественной войны. В 1939 году, после воссоединения Западной Беларуси с БССР, когда у Советского Союза появилась общая граница с Германией, фактически с первого дня начинается подготовка агентуры на территории Рейха. Это бывшая территория Польши, генерал-губернаторства, и территория, собственно, Германии. Сразу начинают открываться разведывательные диверсионные школы и курсы, куда вербуют различный контингент. В первую очередь, это антисоветский настроенный элемент, то есть те, кто недоволен советской властью, те, кто находился в эмиграции. Различные коллаборационистские, пронемецкие организации, националистические организации, в частности, ООНУПА активно использовалась. И вот буквально с первых дней открываются школы в Кракове, в Варшаве, в Щецине, в Закопане, Креница, Дуква, ряд других учебных центров, где начинает активно готовиться агентура для заброски, в том числе на территорию Западной Беларуси, с целью ведения, с одной стороны, разведательной деятельностью, то есть изучение того, как здесь возводятся оборонительные рубежи, какая промышленность устанавливается, как система логистики железнодорожной и так далее, и так далее, естественно, разведка воинских частей, воинских формирований. С другой стороны, они забрасываются с целью создания здесь антисоветского подполья, с тем, чтобы, когда начнется война, немцы придут сюда, захватят эту территорию. Здесь уже было, скажем так, антисоветски настроенное какое-то подполье и контингент, который сразу бы помог немцам тут в, скажем так, установлении нового порядка. Поэтому мы должны говорить о том, что борьба с немецкой агентурой, она начинается еще до начала Великой Атиллической войны. Я приведу вам один такой интересный пример. В фондах Национального архива Республики Беларусь есть документ о том, что в мае 1941 года, накануне еще до нападения на Советский Союз, органами НКВД и НКГБ был разоблачен Борис Рагуля, впоследствии известный коллаборант, командир Новогрудского эскадрона. Так вот, он прошел обучение в специализированном центре, был заброшен сюда с разведанными диверсионными заданиями. На территорию Западной Беларуси его разоблачили сразу же, посадили в тюрьму. Но вот пришли немцы, освободили его, и впоследствии он стал известным коллаборационистом, палачом. Но я к тому, что мы должны говорить о том, что действительно, когда мы говорим о противостоянии разведок, оно началось еще до нападения Германии на Советский Союз. И вот территория Беларуси под оккупацией. Особенностью Беларуси, как региона, где проводилась агентурная работа немецких спецслужб, здесь можно выделить четыре основные особенности. Первая – это такая поточность, фактически конвейерность в подготовке агентуры. То есть агентура начинает готовиться с августа 1941 года. То есть еще вся территория Беларуси даже не оккупирована. Открывается разведшкола в Борисове крупнейшая, вот «Сатурн» позывной, есть даже фильм снятый по мотивам этой истории. И открывается, что парадоксально, открывается в местечке Кремное, это Туровский район тогда, сейчас это Гомельская область, открываются курсы для подготовки детей-диверсантов. Это август месяц, я повторю. Еще территория Беларуси даже целиком не оккупирована. Детей? Да. Здесь открывается в августе месяц. Пантелеймон Пономаренко в докладной записке на имя Сталина пишет, что помимо вопросов, связанных с эвакуацией, с боевыми действиями, отдельным пунктом идет то, что установлено, что в местечке Кремное существуют краткосрочные курсы по подготовке детей-диверсантов. Семи-тринадцати лет их готовили несколько недель, потом забрасывали в близлежащий советский тыл с целью разведки, и потом они должны были сообщать сведения о перемещении войск Красной Армии. Я подчеркну, это август месяц. То есть насколько вот эта вот поточность была с первых буквально месяцев войны. И до самого освобождения. Последние выпуски разведшкол, некоторых были уже в июне 44-го года, накануне самой операции Багратион. И вот эта докладная записка, которая я сказал, вот она хранится у нас в Национальном архиве, вот я сам удивился. Это, в принципе, наверное, первый учебный центр на территории всего Советского Союза, где готовили детей. А таких школ будет 12 на территории Беларуси. Об этом я тоже потом скажу. 12 всего или 12? Всего 68 школ немцы открыли на оккупированной территории Беларуси. Более того, вот у нас в советской, в советской, в белорусской историографии долгое время давалась цифра либо 22, либо 25 школ. Я когда стал заниматься этой темой, я занимаюсь и более 10 лет уже, почти 15 скоро будет, я стал вот собирать информацию, архивные документы из различных архивов. И вот когда посчитал, это 68 школ, на все школы есть подтверждение архивными документами, то есть это на самом деле огромное количество, огромное количество для такой маленькой республики достаточно. 68 учебных центров, школ и курсов, они разные были там, какие-то... Ну, хорошо, чтобы понимать просто масштаб, вот, допустим, одна отдельно взятая школа, это вот сколько человек не обучается, сколько, как быстро они готовятся, сколько выпускали, ну, если так можно усредненно говорить, конечно. Я понимаю, что они разные были, да? Да, здесь мы можем говорить, во-первых, о школах и о курсах, это немножко разные вещи. Курсы, как правило, были более краткосрочные, курсы могли быть заочные, школа, как правило, это стационарный учебный центр с общежитиями для курсатов и так далее. Вообще, на самом деле, конечно, они имеют определенную градацию. По размеру школ были мелкие, средние и крупные школы. То есть в некоторых школах обучалось 15-20 агентов, например, в Оршанской школе, когда мы говорим, там обучалось до 250 агентов на одном курсе. Минская школа такая же крупная, Гомельская школа тоже крупная. И промежуточная, где-то средняя, это порядка от 50 до 100 человек. То есть мы можем говорить о том, что школы, они различались по своему размеру, точно так же, как они отличались и по срокам подготовки. Подготовка агентуры могла занимать от нескольких недель, естественно, она была минимальная. Это был такой первичный инструктаж, фактически с минимальным набором каких-то знаний, которые давали агенты. До полугода, а в некоторых школах до 9 месяцев проходили обучение. Естественно, квалификация такого агента, она была более высокой, и он был более профессиональный, и угроза от этого агента исходила более высокая. Поэтому, конечно, здесь тоже надо говорить о том, что школы, они различались между собой, и не все школы готовили настолько квалифицированную агентуру, которая представляла реальную угрозу. Ну, это просто была такая тактика, количество взять в том числе, и поэтому далеко не всегда высококалифицированная агентура выпускалась, ну и, в принципе, достаточно быстро разоблачали. Ну вот, ну, во-первых, как выглядели школы? Я уверен, что не было там вывесок, например, что школа разведки, да, там школа будущих диверсантов, я не знаю, как там еще можно было ее назвать. То есть как-то легендировали же? Безусловно, конечно, это был секретный объект. Я встречал информацию о том, что школы легендировались под какие-то ремесленные училища, под огородничество, садовое товарищество. То есть школы очень часто открывались на территории мест принудительного содержания, ну либо лагерей, да. То есть, во-первых, там она, в принципе, условно говоря, за колючей прорубкой охраняется, доступ туда сторонним людям запрещен. А с другой стороны, там сразу имеется контингент, например, для вербовки, да, то есть те же самые военнопленные, те же самые люди, которые находятся в лагерях в тяжелейших условиях, фактически на грани выживания, используя вот этот аспект, там, за еду, за то, чтобы сохранить жизнь, вот вербовалась агентура. Поэтому школы легендировались, безусловно, и тщательно скрывалось. Очень часто школы переезжали, я вот встречался факт, что Витебская разведшкола за три месяца поменяла шесть мест дислокации, только для того, чтобы, ну, не было возможности у советских органов госбезопасности, у особых отделов партизанских формирований, определить ее дислокацию. Особенно это касалось, когда готовились такие, ну, важные выпуски, там, для заброски, например, в тыл советской армии или накануне карательных операций, с тем, чтобы максимально скрыть вот эту вот информацию, школа часто перемещалась. Вот, с другой стороны, вот, известно, что на территории университетского городка БГУ находилась школа СД, и там стационарная школа с казармами была, но этот был тоже такой охраняемый объект, куда сторонним людям, безусловно, нельзя было попасть. Ну, а вот эти люди, которых они выбирали, мотивы какие? То есть это что, люди действительно хотели как-то избежать смерти за еду, что называется? Ну, мы знаем, какие условия были в этих лагерях. Либо же это были какие-то люди, недовольные советской властью. Ну, кого больше? Ну, когда мы говорим конкретно вот о дислокации школ на территории мест принудительного содержания, там, или лагерей смерти, здесь такой симбиоз наблюдается. С одной стороны, безусловно, использовался фактор тяжелейшего положения, с одной стороны, военнопленных, с другой стороны, гражданского населения. Немцы делали акцент на подготовку военнопленных. Почему? Это человек, который уже имеет определенные навыки военные, его не надо так глубоко обучать, как, например, гражданского какого-то. То есть он умеет обращаться с оружием, он умеет ориентироваться на местности, работать с картой и так далее, и так далее. Поэтому при лагерях военнопленных открывались. И, безусловно, вот это тяжелейшее положение военнопленных, когда смертность в некоторых лагерях достигала, там 80-90% от общего количества. Люди там тысячами умирали, военнопленные, гражданские. И в этих условиях у немцев открывались такие возможности для вербовки элементарно сохранить жизнь, пообещать там вознаграждение, накормить. Еще когда какие-то эпидемии ТИФа, там и других болезней. То есть это элементарно. Человек хотел выжить. И этот мотив немцы использовали. С другой стороны, абсолютно правильно сказали, имелись и несогласные советской власти люди, которые находятся в активной либо пассивной оппозиции к советской власти. Это те, кто был репрессирован, их родственники, люди, которые там недовольны были политикой советской власти, там коллективизация, индустриализация. То есть такие люди были, действительно. И как только пришли немцы, они сразу объявились и сразу заявили о своем желании сотрудничать. Это проявлялось в форме военного коллаборационизма. Это проявлялось в форме на местном уровне. Кто-то занимал должность бургомистра, солтеса и так далее. То есть такие люди тоже были. И здесь, конечно, немцы тоже их использовали. И плюс надо сказать о том, что немцы, в принципе, привели с собой с территории Германии большое количество людей, которые уже находились там в эмиграции. То есть это прогерманские различные объединения, союзы, в том числе и белорусскими коллаборационистами, которые потом здесь начали сотрудничество с немцами. Они тоже шли активно на сотрудничество. Поэтому здесь наблюдается такой симбиоз. Без украинского следа не обошлось, как выясняется. Безусловно. Я вот хотел сказать, что еще одной особенностью для территории Беларуси, когда мы говорим о противостоянии разведок и агентурной работе немецких разведслужб, надо сказать, что помимо собственных школ, которые здесь открыты были, 68 учебных центров, о которых я сказал, сюда, на территорию Беларуси, засылалась агентура с территории Польши, с территории Прибалтики, с территории Украины, с территории России. То есть вот вокруг Беларуси все территории, которые находятся, все государства там, на их территории открывались тоже учебные центры, и агентура забрасывалась в партизанские леса. То есть мы добавляем к 68 школам, которые, собственно, здесь готовили агентуру местные, порядка 30 школ, из которых сюда, в белорусские леса, забрасывалась агентура. Это Даугавпилс, это Вильнюс, это Рига, это Киев, это Днепропетровск, это Смоленск, это Краков, Варшава, Берлин. Вот с этих школ агентура тоже готовилась и забрасывалась сюда для борьбы с партизанским движением. А что ж они так вот прям со всей округи, что называется, да прям сюда? Потому что мощное партизанское движение было? Да, это вторая особенность, о которой я хотел сказать, характерная для территории Беларуси. Опять же, вот такое, наверное, стереотипное какое-то есть представление о том, что вот мы смотрим фильмы, когда там забрасывают агента куда-то в тыл советской армии, или в глубокий тыл с целью совершения там диверсии. Если мы говорим о территории Беларуси, здесь основной вектор агентурной работы немецких спецслужб был направлен на борьбу с движением сопротивлением. То есть это для борьбы с партизанами и для внедрения в городское подполье. И тот масштаб, всенародная борьба, которая здесь развернулась, партизанская, естественно, она вынудила немцев все больше и больше агентуры готовить как раз-таки вот на внутренний фронт. Только порядка 30% школ в Беларуси, да, то есть чуть больше 20%, они готовили агентуру для заброски в советский тыл, либо в глубокий тыл, либо в прифронтовую зону. Остальные работали против партизан и подпольщиков. И этого оказывалось недостаточно. И поэтому... То есть вот несмотря на то, что собирались из Польши, с Прибалтики, с Украины, все равно свои тут находились деятели и все равно не помогало. Вот, фактически, если мы говорим о таком стратегическом, да, аспекте вот этого успешности или неуспешности немецкой агентуры, стратегически она провалилась. Вот эта вот задумка, ставка на агентуру и в стратегическом аспекте, она не имела успеха. Тактические моменты отдельной успехи были, об этом я скажу, но в целом стратегически вот мы можем говорить о том, что порядка 15 тысяч агентов было подготовлено, да, то есть это я всего говорю за годы оккупации. И, ну, результат КПД деятельности, ну, минимальный, если мы возьмем на такой большой объем, да. Вот. И здесь еще надо сказать вот о чем, правильно сказали, украинский след. Как я уже говорил в том, что с 1939 года ведь сюда активно засылается ОНУПА. Это люди, которые, националисты, которые, особенно они засылались в Западную Беларусь и на Полесье. Вот. И, в принципе, активно использовались украинские военнопленные при вербовке в немецкую агентуру. И вообще, наверное, надо сказать о том, что вот третья особенность, характерная для территории Беларуси, это то, что здесь была очень широкая социальная база для вербовки. То есть немцы отказались от правила фейерплея, никакой честной игры. Женщины, дети, евреи, все, кого можно было завербовать, естественно, военнопленные, все вербовались. Не существовало никаких там морального кодекса, кого можно, кого нельзя. Иногда читаешь просто документы, которые вот хранятся у нас в архиве, волосы дымом стоят. Я вам приведу такой пример. Вот у нас проект «Архива ничего кроме правды». У нас же был совместный проект Министерства юстиции и Белта, инициированный министром нашим юстиции Сергеем Николаевичем Хоменко и руководителем Белты. И вот эта книжка вышла по результатам этого проекта. И вот один из сюжетов как раз-таки касается «Детей диверсантов». Долгое время ведь мы знаем этот фильм «Сволочи», да, где дискредитировали полностью то, что Советский Союз использовал детей диверсантов, хотя никаких документов по этому факту нет. А вот то, что немцы использовали детей диверсантов, да, очень много документов. На сегодняшний день установлено то, что по архивным материалам, которые хранятся в фондах НАРП, установлено 12 школ, где готовили детей диверсантов. От 7 до 16 лет. Через эти школы прошло более тысячи агентов, детей. Понимаете? И как вот они? Ну ладно, там 16 лет, но это уже, в общем-то, почти взрослый человек. А 7, а 8? Давались простейшие задания. Вот сходи, посмотри, посчитай, сколько там. Особенно это в начальный период войны. Деткам давали там сигнальную ракетницу, например, маленькую, там 8-9 лет. Говорили, вот сходи в ту местность, в свою деревню или куда-то еще. Посчитай, сколько там танков, сколько там красноармейцев. Причем выступали, как правило, от имени красноармейцев. То есть немцы переодевались в советскую форму, говорили, что вот мы отбились от своих частей. Ищем их. То есть даже так обманывали? Да, даже так обманывали детей. И ребенок шел, искренне веря, что он помогает своим солдатам. Ему говорили, вот посчитаешь, найдешь часть, стреляй в воздух. Стрелял в воздух, налетал авиацию, бомбил. А я в документах такой случай был, но это не про территорию Белоруссии, это про территорию Ленинградской области. Деток с, скажем так, физически, умственно неполноценных из детского дома тоже забросили в Ленинград, сказали в Ленинграде, ты встанешь к тому и к тому мосту и стрельнешь ракеты. А самолет будет лететь, маму тебе привезет. И чтоб самолет увидел, куда садиться, надо выстрелить ракеткой. И вот так ребенок возле одного из заводов, ну его разоблачили, да, но это к тому, что немцы не гнушались ничего. И ничему. То есть настолько были беспринципны в своей работе агентурные. Для них главный был результат. А то, что там кто-то пострадает и чья-то жизнь будет разрушена, их мало волновало. А методы вербовки разные были. Заложничество самое эффективное, когда угроза семьи была. Забрали родителей в заложники, говорили, выполни задание или родители уничтожим, убьем. Ну маленькие детки это играли на каких-то чувствах, там приключения, возможность иметь оружие, как-то вот на взрослости почувствуй себя взрослым. Естественно, активно использовали детей таких, ну скажем, трудных подростков, да, из колонии, из детских домов, таких хулиганистых, да, которых легче было как-то, может быть, мотивировать за деньги, за какие-то обещания. Поэтому использовали разные методы. И в комплексе все это использовалось против-против. Ну а женщины? Да, женщины составляли порядка 30% от подготовленной агентуры. Это, на самом деле, большое количество. Почему женщины и дети, еще надо сказать? Потому что это были самые массовые социальные группы на оккупированной территории. Мужчины либо в армии, либо в партизанах, либо эвакуировались. Женщины и дети здесь основной контингент. И с ними работали, это первое. А второе, легче легенду составить. Любой мужчина, который приходит в партизанский отряд, он, в принципе, априори вызывает подозрения у особого отдела. Почему пришел, почему не в армии, почему проверка более усилена. Когда приходит ребенок или когда приходит женщина. Я смотрел документы... Если еще женщины и с ребенком. Вот вы буквально упредили, потому что в Национальном архиве видел документы. Женщин, когда отправляли на задания немецких агентов, давали деток из детдома маленьких для легендирования, что они спаслись во время карательной операции или что. Ну и женщинам тоже легче составить легенду. То есть это могут быть погорельцы из какой-то деревни во время карательной операции, спасшиеся. Это убежавшие из лагеря. А если еще с ребеночком на руках, то у кого подозрения? Причем, что по архивным документам проходят такие факты, что людей действительно готовили не только теоретически, какими-то дисциплинами, предметами. Их неделю могли не кормить для того, чтобы у них была естественная худоба какая-то. Могли наносить какие-то раны телесные, чтобы больше они походили на бежавших, раненых, истязаемых. То есть вплоть до этого доходило. Ну а вот кроме непосредственно разведки, то есть посмотреть, посчитать, увидеть, дать какой-то сигнал. Какие еще задания они должны были выполнять? В принципе, когда мы говорим об агентурной работе, здесь четко прослеживаются два направления. Это разведывательная и диверсионная. С этой целью давались отравляющие вещества. Это могли быть отравляющие папиросы, мышьяк, другие яды, либо взрывчатые вещества, которые прятались. То есть они попадают в партизанский отряд? Да, они легализируются. Женщинам, как правило, проще устроиться, допустим, на кухню, либо в медчасти, используя вот эти отравляющие вещества. В ряде документов фигурирует факт о том, что в последний момент повар заметил, что еда изменила цвет в котле, когда готовилась, у него это вызвало подозрение. Оказалось, что еда отравленная была. И разоблачили агентуру. Да, действительно, отравили колодцы. Тоже была такая практика. Давали отравляющие вещества, травили в деревнях колодцы, партизанские колодцы, воду травили. Давали специальные бациллы САПа, чтобы конский состав партизан травить. То есть различные были формы диверсии. Но основное, это, конечно, попытка уничтожения командно-политического состава. И здесь надо сказать, что, в принципе, немцы провалились в этом направлении. Может быть, даже не столько провалились немцам, сколько хорошо сработали особые отделы партизанских формирований. Потому что, в принципе, на уровне командира бригады мы не можем сказать о том, что были успешные покушения на такого уровня командиров. То есть, если командиры отрядов еще получали ранения, были попытки подрыва, то на уровне комбрига диверсии, во всяком случае, я не встречу. Вот эти тысячи плохо и хорошо подготовленных детей, женщин, ну и не только и мужчин, конечно же, тоже по большому счету не сработали. По большому счету, да. Единственное направление, где мы можем говорить о такой более-менее эффективной работе в немецкой агентуре, это разведка накануне проведения карательных операций. То есть, если готовилась крупная карательная операция, как правило, за несколько недель в тот регион, где проводилась операция, направлялась агентура массово. Иногда даже целые выпуски, по 60, по 80 человек, досрочно заканчивали курс с тем, чтобы их отправить именно на разведку местности перед проведением операции. То есть, это уточнение стоянок партизан, системы охраны, лагеря, вооружения, командный состав, численность, для того, чтобы немцы могли более четко спланировать проведение карательной операции, зная дислокацию партизанских лагерей, партизанских постов, охранения системы и так далее. И надо сказать, что здесь действительно ряд успехов был. Опять же, в фондах Национального архива есть документы о проведении карательной операции «Герман». И во время этой операции был убит немецкий офицер, и партизаны забрали планшетку его, и там была карта с четким нанесением всего расположения всех партизанских лагерей. То есть, агентура сработала, она дала четкие сведения, и немцы смогли спланировать эту операцию и нанести партизанам достаточно такой. Внушительный урон не разбить, не ликвидировать, но тем не менее, потери были значительные. Вот это как раз таки сработала немецкая агентура. Но и надо сказать, что и агентура ведь засылалась не только в партизанские формирования, засылалась в советский тыл, в прифронтовую полосу. То есть, это не все там 15 тысяч пошли в леса. Поэтому часть, конечно, была заброшена и в глубокий советский тыл, и в прифронтовую, и в полосу. И поэтому, ну, там уже ими занимались территориальные органы НКВД, он с 43-го года, это и СМЕРШ в войсках работал, поэтому, конечно, в принципе, и, кстати говоря, парадоксально, судьба агентов, которые забрасывались в советский тыл или в части Красной Армии, была более завидной, чем судьба агентов, которые забрасывались в партизанские соединения. У тех агентов было больше шанса выжить, если они не замарали свои руки в крови, пошли на сотрудничество и так далее. Ну, 15-25 лет они могли получить, могли и расстрелять, если там. А в партизанских соединениях 99% разоблаченных агентов расстреливать. Самых ценных резидентов, там, их, да, их могли на большую землю вывести, а так его же надо охранять, его надо кормить. Командир не мог рисковать, у него при бригаде, как правило, были семейные лагеря. Где жили мирные граждане, где, ну, семьи партизанские и диверсант потенциальный, да, то есть его надо охранять, кормить, наблюдать за ним, смотреть. А что с ним делать? До конца войны его там два года при себе держать. Ну, единственное, что, конечно, наиболее ценных агентов их вывозили на большую землю. Опять же, такой пример интересный приведу. В Борисове была одна из крупнейших разведшкол, в принципе, на территории Беларуси. И партизаны совместно с чекистами перевербовали преподавателя радиодела Матюшина Фролова. Он в чине полковника был. И вот он сдал порядка 80 агентов немецких, засланных, в глубокий тыл с позывными, поскольку он радиодела преподавал, то есть он как бы все эти вещи рассказал. И это очень способствовало тому, что вот эта агентура впоследствии была разоблачена. Ну, и он дал подробные, рассказал на допросах о том, какая система подготовки была в школе, как экипировали, амбандировали. И поэтому, да, такие факты есть. Еще несколько резидентов было разоблачено, и вот их вывозили в тыл, и уже дальше с ними работали органы госбезопасности. Но вообще надо отметить еще тут факт, что такое взаимодействие было, потому что, если мы говорим о партизанской движении, то свои контрразведывательные органы, это особые отделы при партизанских соединениях, там, в бригадах, в отрядах. Если мы говорим о спецгруппах, то они подчинялись НКВД, НКГБ, то есть это другое ведомство. Если мы говорим о спецгруппах, которые заслались по линии генерального штаба, разведуправления, это еще одно, да, и то есть СМЕРШ, это четвертый. И важно было, чтобы между этими всеми структурами как-то взаимодействие было. Я как-то занимался этим вопросом, и взаимодействие было достаточно такое интенсивное. То есть, если бы ШПД, белорусский штаб, партизанского движения, выпуски какой-то школы, немедленно рассылалась информация во все эти органы с тем, чтобы были ориентированы они на выпуск агентуры. Я вам приведу интересный пример такой. В 43-м году немцы уже активно проводили так называемую операцию Цепелин проводилась. Это засылка в глубокий тыл агентуры. И немцы хотели заслать агентов на Урал, за Урал, с тем, чтобы совершать диверсии на промышленных предприятиях, крупных Магнитогорск и так далее, но не на самих предприятиях, потому что они туда не могли попасть, там очень жестко была охрана НКВД и так далее, пропускной режим, а на линии электропередач, то есть обесточивать заводы. Они подготовили группу, не одну, их там три или четыре группы, они готовились в лагерях на территории Польши, это Вроцлав, проходили углубленную подготовку, но операцию в 43-м году отменили. И две группы из трех отправили в Беларусь для борьбы с партизанами. Партизаны захватили этих цепелиновцев, и те рассказали о том, что готовится такая операция, она назвалась Ульм, что вот немцы подготовили специальные группы, там оборудование, специальная взрывчатка, там и все такое. Наши партизаны сообщили, это в белорусский штаб партизанского движения, белорусский штаб сообщил в территориальные органы НКВД, НКГБ. И когда в 44-м году эта операция начала реализовываться, этих диверсантов, которых в итоге забросили, их тут же приняли. Советские очкисты. Вот. Вот так вот, из белорусского леса. Из белорусского леса до в Магнитогорск, как говорится, понимаете? Единственное, что у меня не укладывается в голове, это то, как немцы вербовали евреев. Парадоксальная ситуация, когда сам впервые столкнулся с этими документами, я сразу как-то и не мог поверить, как это так, СД, который отвечает за уничтожение евреев, занимается их вербовкой. На самом деле, здесь мы возвращаемся к тому, о чем я говорил. Немцам было все равно, кого использовать, лишь бы был результат. А еврей, это очень хороший материал с точки зрения подачи легенды для внедрения. Кто заподозрит бежавшего из гетто еврея? В том, что он агент. Когда все вокруг знают, что евреи уничтожаются. Как вербовали, вот здесь как раз таки система заложничества. Я не встречал практически документов, которые бы говорили о том, что евреи добровольно пошли на сотрудничество. Естественно, такого не было. Здесь самый жестокий был способ этого заложничества семьи. И ряд документов на разоблаченных евреев, которые хранятся у нас в архиве, они как раз таки говорят, что да, вынужденное сотрудничество было. То есть, заставляли человека таким образом. Хочешь спасти семью, иди выполни задание. Либо свою жизнь. Поэтому, да, у нас было 4 центра подготовки. Это Пинск, Борисов, Минск и Парановичи. Вот в этих местах готовили евреев. Были целые наборы. Кстати говоря, вот на территории Тростенца была школа. И как раз таки один из евреев, Брейтман Петренко, вот он по документам проходит, в наших фондах есть. Его разоблачили, и он дал показания о том, что на территории Тростенца есть школа, и там тоже готовят евреев. Причем, что характерно, почему еще, вот мы говорили с вами о местах принудительного содержания, почему там школа, там у агентов часто проходили так называемые, в кавычках, практические задания. То есть, они на месте принимали участие в избиениях, в расстрелах, чтобы повязать себя кровью. То есть, они их таким образом замазывали там? да, все, и уже фактически не было возможности добровольного перехода на сторону партизан, ты уже в крови, ты уже замазанный, ты уже совершил преступление. Тоже была одна из методик такая, чтобы предотвратить переход агентов на сторону там, либо советской власти, либо на сторону партизан, потому что все, есть компромат на тебя. Мы говорим о том, что неэффективно в целом, в целом, вот если взять, то неэффективно сработала вся система подготовки агентов и вот эти все разведшколы, в общем-то, не дали того результата, которые ожидали от них немцы. Много ли людей, которые приходили, сразу сами сдавались? Да, я встречал тоже такие факты. Не сказать, что их много, не сказать, что их много, но такие факты есть. Люди приходили добровольно, говорили о том, что они были завербованными немецкими спецслужбами, и здесь очень много зависело, скажем так, от руководителя особого отдела, который на тот момент с ним работал. Я встречал случаи таких агентов, перевербовали, отправляли обратно, то есть это двойной агент получается, то есть он уже работал на партизан, и я встречал, что работал достаточно эффективно. Некоторые особисты таких людей, естественно, разоблачали, добровольно, от этого ничего не спасало, их могли расстрелять, безусловно. кого-то зачисляли в партизаны, там были тоже свои методы, то есть, типа штрафные роты, то есть до первого боя, как он себя покажет в дальнейшем. Такое тоже было. Но вообще, как правило, таких случаев немного. Что касается, это если мы говорим о заброске в партизаны, если мы говорим о заброске в тыл Красной Армии, в тыл Советского Союза, то там процент добровольно сдавшейся агентуры из некоторых выпусков достигал 40%. То есть почти половина. Да, да. Если мы говорим вот о партизанском движении, то тут люди предпочитали ни то, ни сё. То есть я просто тихо затаюсь. Я не буду выполнять задания немцев, ну и партизанам не скажу, что я завербован. Я просто тихо отсижусь. Вот такое было. То есть человек, с одной стороны, задания немцев не выполнял, а с другой стороны, и партизанам не говорил, что он завербован. Он просто вот затаился, и переждать. Вот такое было. Потом, конечно, таких людей уже после войны, их по спискам там работала контрразведка. Их как бы, ну далеко не всех, конечно, но многих вычисляли. Много ли информации еще, той, которую мы не получили пока доступ по разным причинам хранится в наших архивах? В том числе вот об этой об этой стороне войны. Да, информации много, и вот департамент наш по архивам отдела производства и министерство юстиции мы активно работаем над тем, чтобы эти документы опубликовать. Мы делаем различные издательские проекты. То есть они уже не секретные? Нет, уже не секретные. В принципе, в национальном архиве, если мы говорим о национальном архиве, который я представляю, да, секретных документов нет. Есть документы доступ пограничен, тайна личной жизни и так далее. Секретных нет. Сейчас особенно это актуально в рамках расследования уголовного дела о геноциде. И эта работа ведется совместно с прокуратурой. То есть работники прокуратуры работают у нас в архиве и оказывается им всяческое содействие со стороны департамента, со стороны руководства нашего архива, безусловно, потому что это государственная важность мероприятия, это расследование. И, конечно, найти вот этих вот коллаборантов, хотя бы имена их узнать, да, кто работал на немцев, а особенно те, кто замарал руки в крови, это, конечно, святая обязанность как и нас, как наследников победителей. Я вот еще что хотел сказать, вот в проекте, о котором я говорил, архивничок, кроме правды, вот проект Минюста и Белта мы дали еще один сюжет по уже партизанам. Уже партизаны и кто они? Это тоже подготовленные вот в этих всех разведшколах, там, курсах и так далее люди, либо же это что-то другое. Это тоже одна из форм борьбы с партизанским движением, которую использовали немецкие спецслужбы. Основной смысл заключался в том, чтобы вбить клин между партизанами и местным населением, разъединить их. Это были, как правило, агенты, вот, например, был такой проект, называется Лесные бегуны, это Барановичская СД, подготовила агентов, переодела их партизан и заслали в леса, и они занимались тем, что ходили по хуторам, по деревням, выдавали себя за партизанов, грабили, жгли, насиловали, выдавали себя за партизан и дискредитировали в глазах местного населения партизанское движение. То есть задача была такая, чтобы вбить клин, чтобы лишить партизан социальной опоры, социальной базы, чтобы население отвернулось от партизан. И это по всей территории Беларуси было такое. И вот как раз-таки одного из банд этих лесных бегунов, Кирилл Орловский, наш известный, прославленный чекист, герой соцтруда и герой Советского Союза, вот он разоблачил. И вот по воспоминаниям проходит четко, что он люто ненавидел именно вот этих вот лжепартизан, которые вот эти преступления совершали, выдавая себя за советских партизан, за спецгруппы. И надо сказать, что вот эта вот практика, дискредитация, она на уровне спецслужб была, преподавалась даже в специальных школах. Были, так Пономаренко пишет, в 43-м году, что есть такие дисциплины учебные, как стравливать население и партизан, то есть готовились. Более того, вот эта вот практика подготовки лжепартизанских отрядов или псевдопартизанских отрядов, она прописана в наставлениях по борьбе с партизанами, которые использовала вермахт. То есть это там было прописано, что это эффективное средство для борьбы с партизанами. И интересный такой случай был, в Смоленске в 43-м году подготовили крупный лжепартизанский отряд и заслали сюда на территорию Беларуси, в бригаду Захарова на территории Витебской области. Они должны были влиться в бригаду, потом изнутри ее перебить. А отряд был порядка, лжепартизанский отряд был порядка 100 человек, то есть это крупное было соединение. Но в Смоленске в это время, вот где готовился лжепартизанский отряд, одним из его командиров был Николай Голокос. Он оказался работником, внедренным работником НКВД. И когда они пришли... Разведчик на разведчике, короче. Да, они пришли в Витебск внедряться в бригаду Захарова, Голокос пошел на переговоры и сказал, что это немецкий отряд, я советский разведчик. И советские партизаны перебили немцев, там было несколько переводчиков и командование. И потом этот отряд добровольно перешел на сторону партизан. И воевал уже потом на стороне партизан. На Голокос получил орден. Вот это, насколько... Немцы столько сил вложили, там его три или четыре месяца, готовили, обмундировали, вооружили, делали большую ставку. Оказалось, что вот один внедренный разведчик все поставил, с ног на голову перевернул. Ну и в целом-то лжепартизаны эти, они же тоже тут погодой не сделали. Нет, нет. На сегодняшний день мы можем говорить о... Беды наделали, уверен. Беды... В конкретных каких-то случаях, куда они приходили, это, не дай бог, но никак не смогли там что-то переломить. Нет, абсолютно с вами соглашусь. Порядка 35-40 таких было отрядов за годы войны. Ну, плюс-минус. Вот на сегодняшний день по архивным документам мы можем сказать на всей территории Белоруссии. И главную свою задачу они не выполнили. Да, они натворили много горя, много бед, преступлений совершили здесь, да, геноцидных практик. Уничтожали свое население, своих там людей, белорусов и других. Но главную задачу, то есть разъединить партизан и население, оно, естественно, не выполнили. Не получилось, потому что хорошо работала система. Вот вы упоминали о том, что советские структуры между собой скоординированы были, в том числе командование партизанскими отрядами и НКВД СМЕРШи и все остальные. Либо же не только потому, как люди вообще воспринимали все это. Ведь в деревне же свой своего видит. Это кажется, что вот агент пришел, втерся в доверие, ты иди, вот сейчас в деревню сходи, пойди, ватрись. Не так-то все просто, как кажется. Абсолютно верно. Здесь мы, наверное, должны говорить о комплексе, в целом комплексе. Это, с одной стороны, эффективная работа органов госбезопасности и контрразведывательных структур всех, их взаимодействие, их квалификация, особенно, которая окрепла уже с опытом в годы войны, 43-44 год, когда уже получили опыт, реальный опыт боевых действий, реальный опыт борьбы с агентурой. С другой стороны, это, как я уже говорил, не всегда достаточно высокий тот же профессиональный уровень агентуры немецкой. Когда ее готовили две недели, ну, какой это агент? Ему рассказали простейшие вещи, но квалификация у него минимальная, естественно. И вы правильно сказали, ведь была партизанская агентура, которая была во всех практически населенных пунктах, которая тоже смотрела, кто приходит, куда приходит, зачем приходит. И очень оперативно докладывала, что есть подозрительные лица, ходят по деревне, выспрашивают, высматривают. И, в свою очередь, естественно, партизаны сразу получали информацию о том, что вот подозрительный человек, его сразу брал в работу особый отдел, например. А дальше уже легко было проверить, откуда пришел. Я встречал, что бригады там, он говорил, там, ну, Витебске разоблачили на территории Витебской области. Он говорит, я с Могилевской области. Делался запрос с Могилевской бригады, которые действовали, допустим, возле этой деревни. Уточните, есть в такой деревне, такой-то, жил там или не жил? Не жил, ага, ну, все понятно. То есть, ну, это же сложно, достаточно, это сейчас, может быть, проще, ну, связь другая, интернет, и все проще. А тогда как? Что-то, через Белорусский штаб партизанского движения, что прибыл подозрительный человек, подозреваем, что агент говорит, что прибыл с деревни такой, это просьба уточнить у партизан, в деревне проживал такое граждание. БШПД радирует Могилевским партизанам, те радируют обратно, БШПД передают, да, но вот такой был механизм, в ряде случаев по-другому никак нельзя было, потому что надо было разоблачать, потому что, ну, любой агент, вы понимаете, потенциально это, это может человек, который может уничтожить, там, отравить, взорвать, или командный состав, или личный состав, или сообщить такие разведанные, которые потом приведут к гибели отряда. А такие данные сообщали, с немцами активно использовали другие категории населения, вот смотрите, они понимали, что у партизан не хватает медиков, активно вербовали медиков, фельдшеров, засылали, потому что партизаны нуждались во врачах. Представляете, что врач может сделать? Да, особенно если у него есть отравляющие ста, и у него есть доступ к медикаментам, к лечению. Активно использовались егеря, которые знают леса, в качестве проводников, в качестве, там, тех, кто помогал водить немцев, такое тоже было, лесники и егеря активно использовали. Но я вот чуть не припомню случаев, когда находились такие сусанины, которые заводили партизанские отряды куда-то. Ну, работала же партизанская контрразведка, хотя в документах были случаи, когда немцы устраивали засады, вот, вот, и, ну, что говорить, там, были успешные акции немецких агентов, действовали там, те же самые лжепартизаны, вот, в воспоминаниях Нордмана, есть, ну, один партизанский командир, то, что Шайя Беркович, его комиссар попал в засаду такую, думал, что партизаны, оказались уже партизаны, и комиссар отряда был убит, и были, отряд рыжака, так называемый, был такой командир, тоже попал в засаду, то есть, ну, был определенный эффект, но если мы возьмем в масштабах всей страны, масштабах всей республики, возьмем, условно говоря, в процентном соотношении, да, конечно, эти цифры минимальны, но, тем не менее, успешные акции были, вот, но в стратегическом отношении, как я уже сказал, как бы, но все это, в принципе, себя не оправдало. То есть, республика все-таки оказалась настоящей партизанкой? Республика оказалась настоящей партизанкой, население поддерживало народных мстителей, и, вот, все те люди, которые пошли на сотрудничество с немцами, ну, это капля в море, и, в принципе, партизанское движение немцам не удалось ликвидировать ни агентурой, ни карательными операциями, ни лжепартизанами, в принципе, на протяжении всей войны население поддерживало партизан, и, ну, если мы говорим о том, что там десятки тысяч партизанского резерва местное население составляло, люди хотели идти в партизаны, а иногда вооружения просто не было, и он говорит, ну, мы в резерве буду, то есть, потому что не было возможности вооружить, то, конечно, это республика партизанка, это 374 тысячи лесных солдат, партизанский резерв и поддержка местного населения, и сообща, вот, в том числе разоблачалась агентура, потому что, говорю, партизанская агентура оказывала огромную помощь в сельских населенных пунктах, в городах, на, сообщали о подозрительных, сообщали, опять же, внедрялись в эти школы, у нас в архиве хранятся документы о том, что партизаны вырубовали там уборщиц, например, в этих школах, и они рассказывали, кто, что, когда выход выпускался, такое тоже было, и люди помогали, вроде работает на немцев с одной стороны человек в немецком учреждении, да, а с другой стороны помогает партизанам, передает ценные сведения. Ну, а как думаете, вот вы назвали цифру, 15 тысяч человек прошло так или иначе через школы, курсы и все прочее, понятно, что, ну, очень много, я думаю, погибло, кто-то был разоблачен, кто-то еще каким-то образом, все-таки война, много ли людей осталось тех, кто не понесли, по итогу наказания никакого, каким-то образом, не знаю, залегензировались, уехали, может, их забросили там в дальний тыл, в тот же Магнитогорск, а он там и залег, что называется, ведь мы знаем, в случае вот, та же Тонька пулеметчица, да, ну, это другая немножко история, но вместе с тем, и только в 70-х годах, в 78-м, кажется, тут же Васюра, ее разоблачили, Васюра, пожалуйста, да, я думаю, что, к сожалению, наверное, достаточно таких людей, избежало наказания, Вы правильно сказали, кто-то ушел с немцами, кто-то, условно говоря, рожденный на территории Беларуси, был заброшен, там, я не знаю, в Свердловскую область, куда-нибудь, в Пермь, там, да, и осел там, там проще было зарегендироваться, его никто не знает, кто-то, не совершив никаких преступлений, да, то есть, вот, как я говорил, осел где-то, да, и, ну, не выполнял задания немцев, ну, он, как бы, и себя не раскрыл, но, ну, нейтральную такую позицию занял, да, вот, ну, и сложно сказать, потому что далеко не всегда сохранились документы, списки агентуры немцев, как правило, при угрозе уничтожали, чтобы она не досталась, да, и, или бы вывозилась, иногда, когда была, допустим, ускоренная подготовка агентуры, в принципе, даже не могли, могли личное дело на агента не заводить, то есть, ну, тут такие вопросы, человек фактически он терялся, терялся в этом хаосе, да, послевоенном, когда стояла задача, там, отфильтровать огромным количеством людей, военнослужащих, и пособников, ну, это же, какая механизм фильтрации была тяжелейшая, это огромный поток людей, которых надо было проверить, и в этом потоке, кстати, у наших архивных документов, в числе и в Нарбе, хранятся переписки, многочисленные, как раз таки, органов СМЕРШ, и органов НКВД, НКГБ, и БШПД, то есть, идут запросы в БШПД, просим подтвердить участие такого-то, такого-то в партизанском отряде, потому что, вот он заявляет, что он воевал, и БШПД пишет, да, вот по спискам он проходит, или нет, он по спискам не проходит, значит, уже вызывает подозрения, то есть, вот эти вот моменты фильтрации, они достаточно долго после войны, там, лет 5-6, некоторые проходили проверку. Я почему это спросил? Не потому что, вот, мы хотим крови, да, но мы хотим справедливости. Абсолютно верно. И то, что сейчас происходит в нашей стране, и не только уже в нашей, россияне тем же занялись достаточно активно, ведь это не из кровожадности, это во имя справедливости. Все верно, я полностью разделяю эту точку зрения, мы должны знать именно тех, кто здесь убивал, тех, кто здесь жег, тех, кто здесь насиловал, это преступление без срока давности, и то, что уголовное дело расследуется, расследуется очень активно, работники прокуратуры проделают очень большую работу, в том числе, и по установлению конкретных фамилий, предателей, и я знаю, что они работают и с нашими документами, с архивами КГБ, у них есть такая возможность, и я думаю, что вот этот массив, имен, фамилии, он будет проанализирован, будут соответствующие какие-то проведены действия, потому что, об этом надо говорить, об этом надо знать. Если человек во время войны убивал, сжег и насиловал, мы должны знать во имя тех, кто погиб от его рук, потому что мы должны помнить, мы должны сохранять память, память и правду. Это наша память, о которой мы должны помнить, потому что, если мы забудем, то нельзя этого делать. Как думаете, вот эта работа, которая сейчас проходит, она действительно очень большая и важная, нам ждать каких-то таких громких разоблачений? Я думаю, что, во-первых, уже мы можем говорить о том, что многие количественные данные существенно изменились. В результате работы Генеральной прокуратуры я сам вхожу в рабочую группу, не в одну, а в несколько, которые оказываются действия на Генеральной прокуратуре. Если раньше мы говорили там о 9300 уничтоженных деревень, сейчас мы говорим 11700 уничтоженных и пострадавших деревень. Посмотрите, насколько количество выросло. Если раньше мы говорили о 140 крупных карательных операциях, сейчас мы говорим почти о 190, 187, не менее 187, и ряд других количественных показателей. Это касательно и уничтоженного населения, и ущерба, который понесла Беларусь. Это касательно вот таких цифр. Я думаю, имена тех, кто здесь творил бесчинство, особенно что касается коллаборантов, я думаю, эти имена будут обнародованы, и люди узнают, кто и что здесь делал. Ну и самый такой вот яркий пример, это судебный процесс, который сейчас над Катриком идет, пусть и заочно. Опять же, это во имя памяти, во имя сохранения памяти. Спасибо вам за этот разговор, за вашу работу, которую вы делаете. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok